Здравствуйте, друзья! До начала турнира по шоу-программам «Русский вызов» осталось менее 10 дней. Федерация фигурного катания России опубликовала список участников, формат проведения и методику судейства, по которой будет происходить оценка выступлений. Напомню, турнир-шоу-программ пройдет 18 марта в Москве. Участники представят новые специально подготовленные для данных соревнований показательные номера продолжительностью от 2,5 до 3 минут. За звание лучшего поборются как чемпиона прошлого, так и нынешние звезды. Также пресс-служба Федерации выступила с заявлением, что судить на турнире будут профессионалы в каких-либо творческих, но не связанных с профессиональным фигурным катанием в сферах деятельности. Например, хореография, балет, музыка, кино и театр. В состав жюри могут попасть представители спорта и СМИ, имеющие опыт судейства на профильных конкурсах. Каждый из членов жюри оценивает выступление в двух компонентах – композиция и представление. Лучшие и худшие оценки отбрасываются, а средние баллы по компоненту суммируются. Баллы выставляются по 10-бальной шкале ИСУ с шагом 0,25 балла от 10 до 0,0-0,75. Кроме призовых мест будут определены обладатели приза зрительских симпатий путем голосования ВКонтакте и отдельных призов от каждого члена жюри. Татьяна Тарасова так прокомментировала методику формирования состава жюри. Люди из разных областей искусства будут оценивать выступления спортивенов именно с точки зрения искусства, и это очень правильно, рассказала Тарасова в интервью ТАСС. Алексей Ягудин рассказал, что соревнования пройдут в его день рождения. Если коротко, то это головная боль, причем в прямом смысле, как-то хочется развеяться. Я никогда не скрывал, жил адреналином, жил страхом перед чем-то очень серьезным. Наверное, это сподвигло меня. Для меня турнир в данный момент это что-то новое, это вызов, рассказал Ягудин в интервью Спорт-Экспресс. Алексей добавил, что ставить ему программу будет Илья Авербух. Также фигурист сравнил свою подготовку к турниру с подготовкой Евгении Медведевой. Представим, что я летел с очень многими пересадками, и многие из моих сумок не приехали. И вот из того, что есть, пытаемся слепить. Хочется сделать просто вкусно. Здесь акцент на возраст, багаж, которым мы можем воспользоваться, рассказал Ягудин в интервью Спорт-Экспресс. Александр Галямов рассказал, что программа практически готова, осталось лишь подкорректировать детали с Тамарой Москвиной. «Для нас турнир по шоу-программам – это нечто новое. Никто ничего не знает, даже правил судейства. Как скажут действовать, так и будем», – рассказал Галямов в интервью Матч ТВ. Анну Погорилую после того, как она сказала, что у нее нет идеи для номера, заменили на Дмитрия Алиева. Узнав об этом, фигуристка заявила, что на самом деле активно готовила как программы, так и платья, а о своей замене прочла в прессе. Станислава Константинова рассказала, что посылала свою заявку, когда узнала, что ее не пригласили, очень расстроилась и пребывала в трауре. А также добавила, что ее заявку, скорее всего, даже не открывали. В целом, уже заметно, что ажиотаж вокруг турнира начинает нарастать. Ожидается, что это событие может стать чуть ли не самым ярким в нынешнем сезоне.